Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, сейчас с нами на связи. Здравствуйте. Добрый вечер. Больше сотни ракет, больше сотни дронов. Сегодня Украина пережила самую массированную атаку страны-террориста, на которую РФ, по данным Форбс, потратила свыше миллиарда долларов. И это рекордная сумма, чтобы, получается, попасть по домам мирных украинцев, по гражданской инфраструктуре, энергообъектов. 7 погибших, 47 раненых. Среди пострадавших 5-месячный младенец. И президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что этого всего можно было бы избежать, если бы партнеры вместе с нами сбивали российские ракеты и дроны. Тут немного процитирую. Если бы авиация наших европейских соседей работала вместе с нашими Ф-16, вместе с нашей ПВО, если такое единство эффективно работает на Ближнем Востоке, то это должно работать и в Европе. Везде жизнь имеет одинаковую ценность. Конец цитаты. Михаил, что мешает нашим партнерам принять, наконец-то, такое решение? Воля. Вернее, ее отсутствие. Потому что, в принципе, здесь абсолютно все четко. И действительно, это правильно. Есть страна-агрессор, которая в рамках международного права совершает преступления, атакует гражданское население прежде всего. Все стратегические компоненты этой войны, то есть удары ракетные, комбинированные удары, как мы сегодня с вами увидели, 100 плюс 100, это все преднамеренная атака, либо прямая, либо опосредованная, с геноцидным компонентом на гражданское население. И, соответственно, международное право четко фиксирует, что необходимо предпринять все возможные усилия для того, чтобы защитить гражданское население. Эти усилия можно предпринять в рамках проукраинской коалиции. Что это значит? Это значит три вещи. Это первое. Больше противоракетных систем в Украине. Они есть на складах. Их можно просто использовать сегодня. Не держать на складах, а использовать в Украине. А не ждать, что Россия там завтра будет с кем-то другим воевать. Эти системы могут понадобиться. Нет. Если Россия сегодня проиграет войну, то системы не понадобятся в течение определенного времени однозначно. Второе. Это действительно можно использовать свои ресурсы для, еще раз, очень важно, юридически сбитие ракет, преступных ракет, которые находятся в воздушном пространстве суверенном Украины, в рамках защиты его гражданского населения, в связи с обращением Украины, публично президент об этом говорит, в связи с обращением страны. Ну, то есть, как бы, вы юридически не принимаете участие в войне, вы помогаете стране защитить в ее воздушном суверенном пространстве ее население. Ну, и, наконец, третье. Третье, одно из самых важных. Ну, Российская Федерация, мы же видим с вами, да, строит ракеты те же «Калибры», те же «Истандеры» в течение 2023-2024 года. То есть, есть старые ракеты, но есть новые ракеты. В этих ракетах 70, 80, 85% комплектующих принадлежат европейским странам или североамериканским. Хотелось бы все-таки понять, почему до сих пор, во-первых, европейские компании работают на рынке России, что позволяет России финансировать ракетные программы, во-вторых, почему комплектующие там все-таки оказываются. Ну, то есть, санкции, наверное же, надо все время переосмысливать и закрывать возможность для России вот этим ракетостроением продолжать заниматься. То есть, вот эти вопросы очевидны, но, знаете, я предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Вот, когда я говорю об воле, об эмоции определенной, ну, мне кажется, очень странно. Ты сидишь и смотришь, как 100 ракет среди белого дня. А, еще раз, Россия сегодня атаковала именно когда население уже, ну, имеется в виду граждане Украины, уже находились на рабочих местах. То есть, это еще была одна особенность этой атаки. Ну, вот, наверное, тебе, сидя в другой стране, в стране-соседке Украины, интересно, наверное, посмотреть, а сможет ли Украина отразить 100 ракет, как она будет себя чувствовать. И сегодня, кстати, еще была одна интересная для меня публикация. Это немецкое издание «Вельта». Оно почему-то говорит о том, что Путин поставил для себя задачу полностью загнать в блэкаут энергетическую систему. Ну, давайте подождем, давайте посмотрим. Ну, это же интересно, да, прописать это вот. Наверное, Путин поставил такую задачу. И знаем рецепт, все мы знаем рецепт, как против этого бороться. Но, наверное, мы должны провести такой эксперимент социальный, большой, масштабный, на примере одной страны. А можно ли в 21 веке выжить, когда кто-то пытается загнать тебя в тотальный блэкаут, делает это умышленно, манифестно, мы знаем, как этому противодействовать, но будем просто сидеть и смотреть. Это же так классно. Зато у нас на складе в это время будет несколько готовых систем к использованию для отражения подобных атак. Как еще раз процитирую, да, нашего президента, красные линии России рассыпались под сужей. Много сейчас пишут об этом средством массовой информации. Вашингтон пост написала, Украина снова пересекает красные линии, а Путин просто моргает. Реакция диктатора на Курскую операцию до сих пор была поразительна. Такой пассивной, приглушенной и резко контрастирует с его недавней риторикой. Владимир Зеленский уже называл одну из целей Курской операции, это пополнение обменного фонда, плюс будем говорить о создании буферной зоны, не той, которую Россия, а которую Украина сейчас создает. Но и вот сейчас еще Владимир Зеленский отметил, что Курская операция – это компенсация отсутствия дальнобойности, если я правильно повторил его фразу. Вот по вашему мнению, на данном этапе, что такое сейчас Курская операция и чем это может обернуться в ближайшей перспективе? Это перехват инициативы. Это абсолютно конкретное доминирование в войне. Да, оно не сразу будет, но тем не менее это очевидно другая повестка войны. То есть мы с вами 8 месяцев, последний даже чуть больше, с момента, когда была приостановлена помощь частично Украине, мы видим, что война превращается в такую стагнационную войну, позиционную войну, и Россия на определенных направлениях давит. И многие аналитики, европейские, американские, начинали говорить странные для меня вещи. Вот смотрите, видите, ну как бы у России есть ресурс, наверное, нужно где-то что-то идти на уступки. Курская операция убивает все это. Вы абсолютно правы. Курская операция показывает, что можно воевать и на территории России. Никаких красных линий. Это все был фейк, миф. Это то, что лишало наших европейских партнеров воли. И смотреть правде в глаза, или смотреть на Россию правдиво. Второе, это обнуление, скажем так, потенциалов, наступательных потенциалов России, потому что они использовали и Курскую область, и Брянскую используют, и Белгородскую, как плацдарменные решения для последующих атак. То есть, условно говоря, размещают на своей территории артиллерии, РСЗО, атакуют в глубину украинскую территорию гражданское население тоже артиллерией, опять же, и авиационными бомбами. И, конечно же, на том или ином направлении работают ДРГ, готовятся те, опять же, наступательные операции. Вот все это за счет сухопутной операции Украины показывает, что это можно превентивно отменять, ну то есть решать эти проблемы. Кроме того, еще раз подчеркиваю, инициатива переходит к Украине, и опять же, политически это сегодня выглядит совершенно иначе. Сегодня это выглядит так, что с Россией нужно воевать. Не то, что можно воевать на ее территории, а нужно обязательно воевать, и в этой войне не может быть уступок Российской Федерации. Почему? Потому что она не будет соблюдать никакие договоренности, неважно, формальные, неформальные, устные, письменные, любые другие. Российская Федерация хочет во что бы то ни стало сесть за стол переговору именно для того, чтобы не проиграть войну и для того, чтобы сохраниться в том виде, в котором они существуют. Кстати, сегодня тот же субъект Путин четко сказал, что способ выживания России, он прямо об этом говорит, то есть он одержим просто этим, он фанатично одержим этим, он говорит, способ выживания России, способ развития России, исторического развития, это обязательно победа в СВО. То есть, грубо говоря, уничтожение Украины, геноцид большого количества населения, ну или граждан другой страны, соответственно, это способ существования России. То есть человек прямо говорит, я одержим войной, я буду их убивать, я в любом случае с ними не договорюсь, я в любом случае буду воевать там, и так далее. И, соответственно, мы опять переходим к главному. Вот то, что президент неоднократно подчеркивал. Смотрите, Курская операция. Первое, это изменение позиций по линии фронта. Второе, это показать, что Российская Федерация не имеет большой объем ресурсов и не может надлежащим образом быстро организовать оборону собственной территории. Третье, она, вы абсолютно правы, абсолютно равнодушно относится к тому, что боевые действия уже на территории России. Это шокирует, кстати, граждан России, потому что они понимают, что Путин, это какой-то абсолютно маниакально настроенный человек, его интересует там, убийство кого-то на Донецком направлении, но совершенно не интересует защита собственной территории. Оказалось, все это фейк, ну по поводу войны, по поводу там, мы кого-то защищаем и так далее. Еще раз, он не то, что защищает каких-то мифических жителей Донбасса, как он говорил долгое время, он не защищает реальных граждан России в Курской области и не хочет этого делать. Более того, кстати, тип войны, это еще один итог Курской операции, тип войны, которую Россия ведет на территории России же, потрясающе похож на то, что они делают в Украине. Точно так же артиллерией, тяжелой техникой атакуют собственные населенные пункты, используют авиационные бомбы в большом количестве, используют системы РСЗО. То есть тот же геноцидный компонент по отношению к собственным гражданам абсолютно явно присутствует и в Курской области. Ну и главное, главное то, с чего мы с вами начинали, то, чего не хватает сейчас, не хватает воли. Вот Украина еще раз, уже практически тысячу дней показывает, что нужно иметь эту волю, чтобы оказывать сопротивление тем, кто нарушает все правила, кто ведет именно геноцидные войны и нельзя соглашаться с этими людьми. И сейчас Курская операция еще раз говорит, проявляйте волю, наконец принимайте решения, есть все ресурсы для этого, есть технологические решения, я имею в виду стран, партнеров Украины, все это у вас есть. Просто нужно своевременно принять три простых решения для себя. Первое, Россия обязана проиграть. Второе, Россия обязана сесть на скамью подсудимых. И третье, для этого нужно прямо сейчас, здесь и сейчас, все необходимое передать Украине и использовать инструменты экономического, военного и дипломатического давления на Россию. Президент в интервью индийским СМИ заявил, что цель вот этой Курской операции заставить Россию быть готовыми к справедливому миру. Разъясните, пожалуйста. Российская Федерация никогда в своей внешней политике, если не чувствует давление, никогда не готова идти с вами на реальные компромиссы, договариваться согласно тех правил или того международного права, которое как раз таки и обуславливает межгосударственные отношения. Даже если у вас есть конфликты с Российской Федерацией, инициированные Россией, она все равно будет ультимативно требовать подчинения. То есть она будет желать доминировать. И, соответственно, сегодня все переговорные концепции Российской Федерации построены на отсутствие международного права, на отсутствие юридического субстрата и только на ультимативных требованиях. Отдайте, подчинитесь, откажитесь. То есть отдайте территории, подчинитесь с точки зрения отказа от вооруженных сил собственных, они должны у вас быть отсутствующими. И согласитесь на то, что у вас не будет ни внешней, ни внутренней политики. Но это на полном серьезе. Россия нам предлагает. И кроме того, Россия настаивает, что страны Запада вместе с Украиной должны отказаться от репараций российских. То есть от оплаты всех убытков, которые Россия в этой войне принесла и Европе, и Украине, понятное дело, в полном объеме. То есть для того, чтобы Российская Федерация понимала, что такое переговоры, первое, ну потому что они русский язык плохо знают, мы с вами об этом неоднократно говорили, и что такое переговоры, и что такое международное право, и что такое действительно мир, необходимо ее принудить к этому. То есть, первое, Россия должна получать адекватные ответы по линии фронта. То есть она должна терпеть тактические поражения. Потому что Россия признает только силу. То есть только когда вы ее наказываете, она начинает понимать, что и второе, начинает появляться страх, и она начинает понимать, что цена войны резко возрастает. Вот смотрите, страх, сила и резкий рост цены для Российской Федерации, и в том числе для окружения Путина, стоимости этой войны. Вот три аргумента, которые заставят ее сесть за стол перегородов. Курская операция, это один из ключевых аргументов. Если она будет масштабироваться, если мы к ней еще добавим вот этот компонент, с которого вы опять же начинали, дальнобойность, то есть нанесение ударов, массированных ударов в глубину российской территории, разрушение инфраструктуры войны, разрушение инфраструктуры авиационной, прежде всего, стратегической авиации, вот это будет пугать, это будет показывать силу до конца Украины, и это будет резко повышать цену войны для российской элиты, как таковой. Вот тогда, конечно, мы придем к пониманию, что такое переговоры, что такое справедливый мир, и тогда можно будет Россию принудить к осознанию трех вещей. Очень важно. Международное право никто не отменял. Второе. За войну нужно будет заплатить. И третье. Никаких территорий в обмен на какой-то мифический мир не будет. Почему? Еще раз повторяю, территория в обмен на мифический мир. Потому что, как только Россия почувствует, что она может получить территорию, с вот этими всеми там присказками, вы когда-то заберете свои территории. Это значит, что Россия в этом виде остается. Вот в таком, как сейчас. Только она понимает, что за военные преступления отвечать не будет. И, соответственно, она будет инвестировать в войну будущую. И в параллельные гибридные войны, информационные войны, гораздо больше ресурсов. То есть, это будет такая максимально агрессивная милитарная страна. Я задам вам встречный вопрос. Вы точно хотите жить с соседем, по соседству со страной, которая просто будет люто вас ненавидит, и все время вас атаковать? Конечно же, нет. Вы говорили ранее в интервью нашим коллегам о том, что Курская операция убивает концепцию великих миротворцев, которые как раз и предлагали на линии разграничения остановиться и вот ждать. То есть, сейчас таких сигналов от этих стран нет? А как вы себе представляете? Смотрите, выходит миротворец, ну, известный, да, они же очень все знают, они же точно понимают, как война идет, все понимают в том, как нужно приходить компромиссов в этой войне, вот представьте, они выходят, давайте так, немедленное прекращение огня и стороны остаются там, где они находятся. Ну, и тогда Курская область остается, им более того, мы можем выставить условия, Россия же там любит говорить о новых реалиях, да, о реалиях на земле, ну, так давайте мы выставим условия, отдайте нам всю Курскую область. Ну, так же, как они заявляют. Ну, это же, по-моему, симметрично, да, или асимметрично, как хотите говорить. Но вот я не представляю, что выходят вот эти специалисты по переговорным процессам, специалисты по урегулированию конфликтов и говорят, ну, вот такая формула, давайте. Было бы интересно сейчас, кстати, послушать, я думаю, вы согласитесь с этим, было бы интересно аргументацию послушать, потому что та аргументация, когда мы слышали, смотрите, немедленно, главное остановить войну, да, такая аргументация интересная, то есть мышь напали, главное остановить войну, и при этом они обращаются к Украине. Вот знаете, что самое было омерзительное в этих предложениях? Они обращались к одной стороне, Украина, немедленно останови огонь, немедленно останови сопротивление, пусть русские остаются там, где они вас уже захватили, вашу территорию, там, где они геноцидят ваше население, вы остановите сопротивление. Вот в этом же была омерзительность. То есть они же не обращались к России, Россия, давайте вы немедленно прекратите огонь и выйдите на границу 91-го года. Они же так не говорили. Ну, круто, правильно звучало? Очень такое взвешенное предложение, действительно, оно было близко к справедливому миру, базировалось на международном праве и базировалось на уставных документах ООН, ну, о территориальной целостности, о суверенитете. Просто, знаете, вот эта игра в политику, она иногда выглядит инфантильно. И мне кажется, что пора прекратить делать вид, что да, это серьезное предложение, оно базируется на чем-то. Нет, оно ни на чем не базируется. Это была конкретная игра против Украины. Сейчас, я не представляю, как можно сказать, немедленно прекратили огонь и остались там, где вы находитесь. Таким образом, за счет Курской операции убиты все вот эти, абсолютно, на мой взгляд, омерзительные предложения, которые, ну, извращенно толкали глобальные политические элиты, которые, наверное, не до конца понимают все риски, которые генерирует Россия, вот к таким странным реалполитическим предложениям. Михаил, а вот это вот, кстати, мнение, давайте остановимся там, где находимся, оно каким-то, может быть, опосредованным образом не звучало ли 22 августа, когда вот прошла большая онлайн-встреча по подготовке мирного соглашения Украины и партнеров, и там прозвучал срок, что это мирное соглашение будет готово или готовится к ноябрю. Почему к ноябрю, почему такие сроки? И вот именно Курская операция каким-либо образом повлияла на восприятие этих, уже на формат этих переговоров нашими партнерами? Нет, таких концепций нет. Да, безусловно, там аналитики периодически очень мудрые аналитики, они на полном серьезе предлагают нам рассмотреть концепцию, вы уступите территории и Путин сразу успокоится. Я все время задаю вопрос, криминологию уж, наверное, хотя бы так, для разнообразия нужно почитать. Вот смотрите, если человек заточен на убийство, ну вот он все время хочет совершать убийство, он наслаждение получает, вот он совершает массовое убийство, получил большой объем наслаждения, его за это не наказали. Все знают, что он убийца, он получает от этого удовольствие, его за это не наказали. Вы с ним подписывайтесь, смотрите, вы совершили убийство, вы там отгеноцидили эту территорию, вы депортировали наших граждан, вы их там пытали, вы их там насиловали на оккупированных территориях, ну хорошо, давайте они теперь ваши эти территории. И все эти могилы там будут неизвестными, то есть все это будет, ваши эскаваторы там, все это сравняют с землей. То есть тысячи людей просто исчезнут из истории. И вот после этого вы говорите, да, с человеком, ну все, теперь он, наверное, вот он, наверное, успокоится, и он дальше точно не пойдет. То есть смотрите, любитель убийств, не получивший наказания, наслаждающийся, получивший наоборот бонусы в виде территории и в виде скрытых преступлений. Вот скажите, пожалуйста, что должно его остановить? Я просто хочу понять логику этих людей и не могу. Ну я понимаю, что у них там как бы версии конспирологические такие очень странные, но вот хочу понять логику, вот что должно остановить монстра? Вот он режет людей, ему нравится, все это знают, не наказывают его, более того, дают ему еще и подарок, возьми эту землю, где твои преступления будут скрыты землей, забирай ее. Что должно его остановить? Вот скажите мне, что должно остановить маньяка, который хочет вас дальше убивать? Он должен сказать, а, да, международное право есть, вспомнил, конвенция есть, Женевская есть конвенция, ах, ох, статья 51-я ООН, ай, елы-палы, третья-четвертая, суверенитеты. Ну вы понимаете абсурдность всего этого? То есть, соответственно, все эти концепции, которые предполагают размен территорий на мир, они утопичны по определению. Они будут только стимулировать последующие инвестиции в агрессию. То есть, если вы готовы к тому, что Российская Федерация, еще раз, сохранится в этом виде, в котором она сегодня существует, но только на другом уровне безумия, да, то есть, если они с 14 по 22 будут как-то маскировали это безумие, частично, да, делали вид, что они все-таки там где-то придерживаются международного права, ну, то есть, они же пытались монополизировать энергетические рынки европейских стран, им нужно было делать вид, что они понимают, что такое не варварство в 21 веке. То сейчас, смотрите, они от всего этого отказались, все маскировки сброшены, они не проиграли войну, они получили подарок в виде территории той страны, которую они хотели загеноцидить. Далее, они что делают? Они начинают еще больше инвестировать в монструозный образ, они начинают работать над ошибками, они вкладывают в ЭПК, они формируют тройственные или там более объемные альянсы, не только Северная Корея, а Северная Корея что почувствует? Ух ты, у нас какой покровитель? Он обнулил международное право, и ему ничего за это нету. То есть, если мы обнулим на Корейском полуострове право, он за нас вступится. И так далее, и тому подобное. Я просто хочу понять логику этих людей, которые думают, что маньяку, отдав часть тела жертвы, отрезав по живому руку жертвы, что маньяк не захочет эту жертву дальше растерзать. Михаил, у нас немного времени остается, но хочу еще такой вопрос вам задать. В День независимости Украины вы написали пост о будущем России, что у современного поколения есть уникальная возможность быть свидетелями распада еще одной империи, Российской Федерации. И этот распад может наступить неожиданно. А какие признаки начала этого процесса вы видите? Все, что сегодня происходит. Вот еще вчера, вот смотрите, еще вчера кто-нибудь мог представить, что Путин настолько ничтожен, каким он сегодня выглядит? Что российская ВПК настолько ничтожна, как сегодня выглядит? Что все, что сегодня Россия применяет, это старая советская техника? Кто-нибудь мог себе представить, что война будет идти в Курской области? Что Украина будет все больше и больше увеличивать давление на Россию, уничтожать те или иные заводы? Что Россию будут изгонять везде поганой метлой из нормальных сообществ? Да, это чуть медленнее, это Украина быстро делает, а наши партнеры чуть медленнее. Но кто-нибудь все это представлял? То есть обнуленная на сегодняшний день репутация Российской Федерации. Вчера монструозная страна, боитесь ее, а сегодня? Да не, ну куда? Кто там будет ее бояться? И так далее. Вот это и есть признаки очень быстрого гниения. Ну, я бы не назвал Россию империей. Это такая попытка построить империю, да, на осколках СССР, на той же, кстати, идеологической почве, что СССР, то есть пренебрежение к правам человека на внутреннем, на внешнем рынке, массовые убийства, геноцид по разным признакам и гражданскому, и этническому, и так далее, и тому подобное. Все это признаки. И мы с вами это застанем. Знаете почему? Потому что это необратимый исторический процесс. Для меня и загадка, когда кто-то продолжает стоять на пути исторического процесса. Что значит исторический процесс? Россия не конкурентна, она не нужна, она генерирует всему человечеству только риски, даже тем странам, с которыми она сегодня сотрудничает, имеется в виду, которые имеют большие товарообороты. Российская Федерация обнуляет правила, а все хотят, чтобы правила существовали, потому что правила гарантируют вам что-то. Как вы можете планировать свое будущее, если правил нет? Россия все это обнуляет. Россия это главный донор глобального терроризма в разных смыслах этого слова, в том числе кибертерроризма, информационного терроризма и так далее. То есть, это все то, что человечеству не нужно, если оно хочет пройти там еще 50, 100, 200 лет своей эволюции. И, соответственно, тупиковая страна, зачем она нужна? И вот сейчас кто-то продолжает рассказывать, а давайте мы пойдем им навстречу, давайте мы что-то им отдадим, пусть они сохранятся в таком виде, пусть диктатура зацементирует сама себя, потому что, еще раз, главное правило историческое, если диктатура начинает, ну или авторитарная система, начинает атаку, большую войну, и если она ее не проигрывает, то она, наоборот, становится действительно более устойчивой. Если она ее проигрывает, она быстро разрушается, она просто обсыпается в считанные дни. Мы с вами это видели уже в течение последних там 35 лет. Несколько таких диктатур, помним, да, и Румыния, и Советский Союз, и до этого были попытки Милошевича, помним с вами в Югославии, помним и в Ираке проблемы. Чтобы стать свидетелями, действительно, как вы сказали, распада еще одной империи, Михаил, спасибо вам огромное, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. К сожалению, эфирное время наше не безграничено. Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, был с нами на связи. Спасибо. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе. «Скачать VPN»